приветствую друзья на связи андрей жариков и сейчас я возьму интервью у александра обчаренко одного из основателей банкинга цитан приветствую александр приветствую андрей ну и как всегда в начале хотелось бы немножко с тобой познакомиться и нашим подписчикам наверняка хотелось бы узнать о тебе расскажи немного о своем опыте чем ты занимался как вообще познакомился со сферой криптовалют и как вообще зародилась идея создания вот такого банкинга цитан да благодарю хороший вопрос андрей в 2017 году когда более глобально криптовалюта начала зарождаться когда не то что когда именно много людей про нее узнала но там целый бум был до 17 17 год это на самом деле я считаю один из одним из самым громким годом для криптовалюты потому что то количество проектов которые вы выстреливала то количество компаний и людей которые заработали на криптовалюте это просто колоссально и так как каждый человек стремится к тому чтобы быть в тренде ну современный человек не каждый современный человек который хочет заработать он стремится к трендам и хочет зарабатывать я без исключения познакомился более детально с криптовалютами именно в то время ну конечно ранее сталкивался с криптовалюта еще до 2017 года это когда участвовал какие-то инвестиционных компаниях где была возможность выводить на криптовалюту но плотно глобально не сталкивался с криптовалютой до семнадцатого года после семнадцатого года когда я познакомился с компаниями с проектами которые выходили на сего или а его это компании которые в тренде выходили с разными продуктами то есть это и онлайн медицина это и такси и такси и я здесь к чему эту тему поднял по поводу семнадцатого года и компании других то что я здесь получил колоссальный опыт потому что мы работали в продвижении в компании в баунти баунти это бесплатное продвижение точнее это бесплатная раздача монет по системе баунти то есть компания дает количество какое-то именно количество монет и соответственно за счет этих средств для привлечения партнеров инвесторов и так далее некая такая реклама и расплата идет здесь же собственные токены и анализируя опыт этих компаний и как они выходят на рынок через какие биржи через какую рекламную компанию и какие продукты мы поняли что я собственно говоря понял что как нужно выходить с крипто проектом на широкую аудиторию потому что массу разных видео вариантов когда классный продукт классная компания но за счет того что компания делает некий такой стопор между продажи и выход на биржу и когда ты с хорошим продуктом выходит на биржу но при этом инвесторы инвесторам до этого момента до биржи не было варианта вывести свои монеты которые им дали бесплатные за счет нам что на каком-то этапе прицел или еще что это часто бывает да и хороший продукт просто берется обрушивается на месте здесь в ноль каким образом кто-то кому-то дали сверху 30 процентов он говорит слушай я купил там за доллары я могу продать не за доллар а за 99 меня хватит потому что я сверху 30 процентов получил а другой мне 98 хватит цента другой 95 и так получается качественный просто продукт когда вот это включается паника в моменте за один день просто превращается в ноль и мы когда начали анализировать запуск и получается что вся потраченная работа и деньги и все нас марку да 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 и в итоге инвесторы даже инвесторы которые поддерживали компанию хороший продукт хороший хорошую компанию в итоге они видят что они покупали монету за 0,1 эфира либо биткойна а тут в итоге на выход на биржу это монетов стоит 0,0 там целых там когда за до для того что бесплатно раздача монет было и еще каких-то моментов и хорошая компания просто превращались ничто за один-два дня за счет вот этих неправильных стратегических планировать и видишь получается вроде бы и цели то были хорошие да запустить какой-то полезный продукт но в глазах инвесторов получился бабло сбор да людей собрали деньги и кто-то успел заработать как в хайпе а кто-то потерял и все да да то есть здесь я в 2017-2018 году получил огромный опыт введя такие компании я сделал выводы как можно выходить однозначно если ты сдержит держишь вот эти искусственные искусственные выводы монет своих на биржу и чтобы инвесторы могли заработать на выходе когда на биржу однозначно те бесплатные монеты которые хочешь дать рекламщикам нельзя давать в собственном токене потому что это однозначно это ну просто пойдет вниз это что касается опыта по криптовалютам потому что я считаю здесь основа нашего банкинга вот то что мы сейчас применили это как раз лежит полученного опыта как раз в 17-18 то есть за вот это время ты как бы начал понимать как делать не надо при запуске компании и как делать надо и правильно да чтобы был результат да совершенно верно андрей что касается другого бэкграунда мой опыт это где-то более 15 лет торговли я в основном в основном общаюсь с B2B сектором это ну с юридическими лицами занимался продажами с B2C сектором также есть опыт введения предприятий потому что неоднократно был соучредителем компаний которые являлись запускали продукты вот и ты знаешь с рынком с рынком рекомендации потому что у нас одна из сейчас один из моментов который сейчас у нас стоит в продвижении наших услуг это является как раз реферальная программа потому что и ты знаешь я вот реферальную программу на сегодняшний день сравнивать с бирюзовыми организациями кстати слышал про бирюзовыми а бирюзовыми нет да это понятие ввели по моему в четырнадцатом году ввели бирюзовую организацию да запомни вот посмотри на самом деле очень огромный тренд сейчас в мире это когда ну сейчас в силиконовой долине один из трендов бирюзовой организации это когда каждый сотрудник замотивирован не на окладную часть а на результат компании то есть получается он сколько наработал он столько и получил он заинтересован не с утра прийти и вечером уйти а заинтересован в реализации то есть он как бы как совладелец получается как акционер но тут больше идеалисты идут я бы не сказал что они имеют какую-то акцию ну безусловно акцию они могут иметь скажем чтобы у них была заинтересованность как у собственника да в реализации проекта потому что если посудить сравнить традиционный бизнес и сетевой бизнес да и реферальный бизнес это когда есть сотрудник каждый заинтересован в развитии потому что они участвуют в развитии продукта мы собственно говоря при запуске банкинга цента употребили это бирюзовые организации такое вот понятие и схожая как раз развитие это как раз идет с реферальной программы здесь очень сильно и мы развиваемся активно мы не только развиваемся через сетевое направление мы развиваемся через традиционный сектор через традиционные финансовые инструменты и собственно говоря в презентации которую я сейчас покажу по слайдам полностью расскажу куда мы идем какие движения делаем экран вижу финансовое ядро криптомира да платформа у нас называется цитан крипто банкинг банкинг для понимания это синонимы слова банк но банкинг больше относится к онлайн платформам к онлайн и мы здесь выбрали как раз название крипто банки по поводу логотипа более детально сейчас я более расскажу почему именно такой логотип до следующий слайд это у нас как раз 2 это здесь мы видим нашу концепцию куда мы идем как мы движемся и развиваться в каком ключе будем и с какими партнерами будем контактировать собственно логотип это и есть концепция нашего банкинга то есть что это значит есть внешний есть пользователи которые участвуют в процессах есть бизнес который вовлечен в финансовые транзакции в финансовые потоки есть внешние системы процессинг это sweet блокчейн айбан есть банковские карты которые обслуживают всю систему и подключает к нашему сообществу новых пользователей через удобные сервисы что касается направлений которые мы у себя видим в которых будем развиваться это мобильный сервис это единая платформа для крипто обмена и фиатных валют это обслуживание в магазинах покупки через nfc через qr-коды через apple pay либо android pay это валютный обмен обмен через трансферы без границы как раз идет и sweet блокчейн айбан сюда подключается и решение для бизнеса как раз идет когда участвует программа лояльности здесь подключается как раз и федеральная программа и сообщество сюда и бизнес видит преимущество сотрудничества с как раз банкингом потому что он подключая себе этот сервис получает ряд преимуществ в виде готовой платформы финансов который может его обслуживать и уже имеющиеся у себя аудитории которая есть в этом сервисе вот смотри сразу задам вопрос который наверняка возникнет у многих кто смотрит это видео наше интервью смотри у многих уже есть какие-то банковские приложения на их мобильных устройствах кто-то пользуется тинькофф там сбербанк другие банки да то есть именно мобильный сервис оплата перевод денег из одного пользователя к другому до оплата разных товаров и услуг это есть во многих банках вот а поясни вот фразу что такое крипто банкинг то есть это означает что сервис цитан это как обычный банк плюс еще добавлено крипта или что-то больше вот разъясни этот момент да с учетом нынешние нынешней экономики правовых аспектов да на сегодняшний день многие банки которые которыми мы привыкли пользоваться они ограничены в законодательной базе то есть они в первую очередь не поворотливы потому что зависит зависит от чего от внутренних регламентов и от законов той или иной страны потому что они осели в тех странах где допустим разрешена либо разрешена криптовалюта вот исходя из этого небольшие стартапы небольшие компании виде банков виде финансовых учреждений или компаний да они более поворотливы и приспосабливаться могут к тем или иным реалям что это значит то есть достаточно зарегистрировать компанию в той стране где разрешена криптовалюта и вести свою деятельность в международном праве и не нарушать законы если ты заходишь в государство где криптовалюта не запрещено не разрешено то есть по сути ты не нарушаешь закон потому что прямого запрета нет прямого разрешения нет и официально не ведешь деятельность в данной компании в данной стране потому что нет магазинов нет договоров с местными банк с местными компаниями короче то что не запрещено то разрешено да ну по сути да когда нет когда нет закона по сути это не запрещено не разрешено вот с точки зрения нашего сервиса мы себя позиционируем как банк то есть это некий такой сервис который соединяет фиатные валюты и крипто активы то есть некий такой мост который делает сегодняшним пользователям и будущим пользователям удобный сервис для того что можно было прийти в любую точку и расплатиться криптовалюта либо наоборот фиатными деньгами купить криптовалюту и иметь ну понял да то есть это например в обычном банке в сбербанке там вы не можете например но по крайней мере на данном этапе там купить bitcoin или эфир и так далее то есть свободно пользоваться крипто у вас я так понимаю это возможно да это возможно и мы этот сервис уже запустили у нас в личном кабинете есть возможность купить криптовалюту и пользоваться ей наверное давай продолжим чтобы не останавливаться на этом слайде потому что иначе у нас тут вся презентация будет на одном заводе так да смотри андрей более детально про то что я говорил на предыдущем слайде сейчас мы поговорим в слайдах что это значит приложение ацетан крипто крипто вселенной в вашем мобильном телефоне не секрет что сейчас большинство людей на земле пользуется мобильным телефоном потому что это удобно это при себе и и подключен всегда интернет с учетом развития нашей как говорится онлайн индустрии поэтому мы без исключения в этом направлении движемся и сейчас у нас разрабатывается своя платформа в виде мобильного приложения которое будет и на андроиде и на apple appstore соответственно здесь мы что видим это полноценный банк который в моем мобильном приложении но здесь я не буду в детали входить потому что мы большинство я думаю твоей аудитории и большинство людей которые вообще в целом знаешь что такое мобильный банк это удобный сервис которым можно хранить деньги обменивать на другие криптовалюты и отправлять в какие-то крипто активы либо фиатные активы я добавлю от себя то есть вот первое что упоминается на этой странице до покупайте криптовалюты прямо с вашей банковской карты то есть мы знаем что сейчас во многие инвестиционные проекты а в общем то основная аудитория моей моего канала это как раз инвесторы на многие проекты подделаются через крипту криптовалюту то есть человеку получается надо купить либо bitcoin либо эфир либо еще какую-то крипту и ну какие варианты это надо идти в обменники и там менять то есть здесь получается ну возможность в этом приложении можно будет прямо со своей карты покупать крипту правильно я понимаю да все правильно не только причем через приложение но и через версию через свой личный кабинет так ну что касается приложения каждый может ознакомиться я думаю с презентацией андрея я думаю прикрепит на презентацию видео и более детально ознакомиться пластиковые карты цитан что это значит это те крипто активы которые имеет каждый у себя на разных кошельках на холодных кошельках либо на бирже любой которая имеется сейчас может выводить через банковскую карту что это позволяет пользователю это легко позволяет работать с криптовалютой это можно пойти в магазин купить покупку либо вытащить наличные из любого банкомата где есть поддержка визы мастер-карт либо union pay кстати на сегодняшний день до запуска нашего приложения наши пользователи мы уже раздали нашим куратором нашим как говорится лидерам которые тестят эти карты и уже вниз даже видео в интернете на канале цитана на ютубе где можно легко купить покупку или вытащить наличные из банкомата вот карты union pay мы работаем сейчас из-за того что он банк стартовал и пока не имеет лицензии финансовые для того чтобы сотрудничать с визой мастер-карт мы работаем через партнеров которые эту лицензию имеет и дает нам этот возможность сервис напрямую спорт с этими сервисами нельзя физически физическому лицу за за партнерится но за счет вот того что мы имеем некую аудиторию юридическое юридический фактор мы можем здесь иметь сотрудничество договор и предоставлять нашим пользователям карты вот после запуска приложения будет возможность каждому человеку заказать иметь карту визу или мастер-карт любой union pay и пользоваться соответственно снимать либо покупать делать покупки через скриптовалюту я тогда опять же для моих подписчиков как я это понимаю вот смотрите то есть многие из нас кто зарабатывает в интернете делают а вывод например той же крипте и но наши текущие расходы нам приходится обменивать на фиатные деньги кто-то живет в россии нам нужны рубли а для оплаты наших покупок кто-то живет в украине там гривны казахстане там тенге и так далее то есть получается любой инвестор даже если он успешно зарабатывает на крипте сталкивается с вопросом что ему надо крипту переводить фиат опять же пользуюсь услугами обменников то есть если я правильно понимаю вот пластиковая карта цитан позволяет например у меня есть биткоины я их отправляю на свой счет вот цитане я прямо эти биткоины могу конвертировать валюту или они как-то лежат прямо на карте а вот как как это выглядит то есть у меня там на карте лежит там какая-то сумма в биткоинах и я иду в обычный магазин и расплачиваюсь этой картой как обычной картой рублевой там и так далее правильно я понимаю или так смотри если бы криптовалюта она была менее волатильная на сегодняшний день то имел бы смысл все счета которые в криптовалюте сразу конвертировать идти в банкомат и снимать из-за того что она волатильна каждому пользователю нужно сначала биткоин поменять точнее не поменять а вывести на карту на карточный понятно понятно то есть произвести конвертацию в своем кабинете система видит что пользователь обменял свои биткоины на на usdt ну мы будем это мы это фиксируем через usdt потому что курс usdt он более менее стабильный проравнен к одному доллару либо другие стебл коины которые проравнены к доллару и здесь система видит что пользователь поменял криптовалюту на usdt либо другую валюту да то на бирже сразу происходит покупка либо продажа и обмен на usdt чтобы не было просадки в курсе что мы здесь со своей стороны финансово да не пострадали от того что кто-то поменял условно говоря 1000 долларов койн или там другая криптовалюта упала ли подросла мы подросла это хорошо если упала то мы получается идет недостача потому что у пользователя 1000 долларов на карточном счете а у нас по факту там условно говоря 8 долларов до чистится в криптовалюте поэтому в моменте это все происходит через а пик я понял есть то есть карта получает сама по себе долларовая а если человек делает покупку в рублях там какая-то автоматически конвертация происходит если человек да идет конвертация с учетом курса с учетом национального курса и конвертации ну короче это главное ребята то есть идея у тебя есть крипта там bitcoin эфир и так далее ты можешь спокойно без услуг обменников перечислить как бы это на свой счет сконвертировать да и идти идти делать покупку в обычном магазине да я хочу больше сказать андрей мы сейчас подключаем у себя услугу это возможность выводить криптовалюту в на свой банковский счет то есть что это позволяет это не нужно даже заказывать карты сервис в нашем сервисе либо в другом каком-то сервис свободно выводить на свой банковский счет единственное что в вашем банке нужно чтобы был было подключение айбан счета ну если кто знает свифт то это конкурент свифт это как раз это больше работает в европейской зоне зона сэпа вот понятие банковских больше вот но это позволяет с минимальными комиссиями вводить на свой банковский счет то есть имея bitcoin либо другие криптовалюты либо монету сетам сидим либо эфириум можно за 0 5 либо один процент выводить соответственно сразу на свой банковский счет средства идут в течение там до часа на моей памяти было где-то два часа но опять же зависимости от банка который обслуживает вас это идут потому что транзакции между банков межбанковские они тоже занимают и сама сама система на быстро переводит в зависимости от банка как обслуживает эти транзакции вот то есть этот один из плюсов который мы вводим и для наших соответственно покупателей и партнеров которые присоединились к нам как пользователи будет удобный сервис и даже не надо дополнительно карта потому что мы знаем что на сегодняшний день у каждого в кошельке минимум две ну да у кого-то есть может быть любимая карта которая там бонусы какие-то кэшбэки и прочее да понятно у меня 7 карт вот этот портмонет кошелечек который идет для карт он прям уже разрывается поэтому это как знаешь сравнимо с скидочными картами в каждом магазине своя карта пластика в итоге сделали все перевели в электронное и можно просто оцифровывать эту карту иметь одно приложение цифровать карту и идти в любой магазин то есть в твоем телефоне скидочные карты это удобно вот почему бы не сделать эту технологию и в банковских картах собственно говоря мы к этому и идем отлично хорошая идея так ну что продолжаем со слайдами до общий функционал для интеграции бизнес решения с расширенным открытым опеконом что это значит как я ранее говорил что бизнес который имеет возможность продавать товары но не имеет возможности принимать криптовалюту потому что нет айти решения у него во-первых и в компьютерах и в платформе которая обслуживает его то мы здесь качестве банкинга стана даем решение каким образом через запи ключи мы интегрируемся с системами любого маркетплейса либо интернет-магазина либо каком-нибудь салона автомобильного салона либо салона красоты размещаем у себя в системе возможности через запи ключи соединить данную торговую точку и уже каждый пользователь который имеет криптовалюту может прийти в данный бизнес сервис и купить свою покупку которую он хочет что получает наши пользователи что мы даем точнее нашим пользователям мы даем нашим пользователям информацию что есть такая возможность подключиться точнее подключиться а купить любой товар в той точке которая имеется на нашей платформе то есть это прийти получить некие баллы за то что ты купил в той или иной точке да то что любая точка она что подключена к реферальной программе а если допустим подключена к реферальной программе то каждый человек который приходит в эту точку то во первых заинтересована и сама торговая точка в том чтобы развить свою клиентскую базу сервис банкинг заинтересован чтобы количество людей которые пользуются банкингом обслуживались в этих торговых точках потому что он зарабатывает на транзакциях на комиссиях и человек получает удобный сервис в виде легкого обслуживания своей криптовалюты а пур покупки той или иной точки то есть мы предоставляем по сути готовый сервис для любого бизнеса и на данный момент у нас даже уже есть партнеры которые подключены к нашей платформе которые покупают точнее продают товары за криптовалюту один из таких один из таких партнеров это собственно говоря наш собственный marketplace мы сейчас его перебрендируем в рамках нашего такого сервиса сервиса нашей экосистемы где есть банкинг есть marketplace здесь наша аудитория пользователи и каждый пользователь за может прийти и почувствовать на себе как можно купить или продать товар на marketplace за криптовалюту саша вот приведи пример вот какой конкретно товар человек может прийти и купить уже за крипту а если взять marketplace который да вот у нас то это международная ну я так называю барахолка то есть это частных объявлений где есть и новые товары где есть и частное объявление кто хочет что продать там есть моя кожаная куртка которая не востребована мной есть товары от магазина который продает спортивную обувь поэтому что это значит это когда человек нажимает купить ему открываются способы оплаты и он выбирает из предложенных способов те криптовалюты которые присутствуют на нашей платформе то есть это bitcoin лайткоин призм эфириум и наш токен ctn то есть практически все товары которые представлены на этой площадке да 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 что касается для бизнеса то мы можем любому бизнесу либо площадке интернет площадке которая хочет принимать оплату за криптовалюту можем интегрировать наш сервис и по сути пользователь будет оставаться на сервисом но у него будет возможность у данной площадке продавать его ее товары за криптовалюту за любую криптовалюту которая у нас есть если у нас этой криптовалюты нет магазин хочет иметь то мы можем внедрить и расширить этот сервис скажи пожалуйста есть какие-то ну я не знаю аналоги какие-то сервисы потому что вот я так сразу представляю вот есть какой-нибудь там человек на магазин который продает товары и он хочет а именно продавать свои товары за крипту то есть вот ну куда код кому он может обратиться есть аналоги или вы создали что-то уникальное в своем роде но если взять магазины которые принимают криптовалюту на сегодняшний день но у нас не инновационная технология но достаточно редкая потому что криптовалюта она сама по себе имеет такой на сегодняшний день к счастью либо к сожалению наверно больше к счастью есть куда расти поэтому за счет этого мы развиваемся и я знаю что в европе очень много магазинов которые принимают криптовалюту в турции очень многое на проходит не развита которые магазины принимают криптовалюту ну смотри наверно я так понимаю что вот они принимают криптовалюту как то есть я у меня есть допустим эфиры на эфир кошельке и продавец в магазине у него тоже есть эфир кошелек и я со своего кошелька на его перевожу как-то так да да тут главное на сегодняшний день сделать удобный перевод максимально удобно и с точки зрения магазина и с точки зрения пользователя магазин должен качественно хорошо принять то есть дать возможность принять чтобы пользователь не вводил вот этот ключ или не копировал через почту ему отправлять либо через ватсап вот этот ключ на которую отправлять возможность либо через qr-код либо через nfc оплату произвести то есть бесконтактная без интернета оплата либо через через apple pay либо через android pay то есть что делать пользователю либо просканировать либо просто поднести сделать подтверждение и легко оплатить соответственно есть до моменты что мы зависим здесь от той или иной сети которая поддержана в данном магазине но я имею ввиду блокчейн сети то есть эфиром сеть либо bitcoin сеть если она перегружена здесь ну понятно что есть моменты что пользователь нужно ожидать но мы сейчас стоим на пороге вот наши сервис чтобы можно было платежи внутри системы делать без интернета до чтобы пользователь пойти и сделать покупку потому что это в рамках одной сети потому что он имеет на своем балансе некий счет и но это внутренние такие секретные моменты которые сейчас мы еще не внедрили но мы движемся к этому направлению и стремимся к этому чтобы можно было даже через интернет без интернета оплачивать внутри сети вот этот ты хочешь сказать что например а где-нибудь далеко в тайге где вообще нет интернета два человека пользователи сети цитан могут обменять там сделать какую-то покупку друг у друга даже если нет доступа в интернет но в таких платежах обязательно ты знаешь быть верифицировано потому что в любом случае это риск для компании если пользователи не верифицированы и один говорит что я здесь покупаю а другой там где есть интернет говорит я здесь тоже покупаю поэтому давай купим одновременно с одного счета нет есть такой риск что пользователь подставит компанию виде вот это недостаточа денег здесь спасает только верификация пользователей которые за верифицирована система или система доверять то есть это такой некий внутренний кредит что если вдруг нет интернета на система зафиксировала что этому пользователю можно доверить ему дать некое такое плечо для того чтобы совершить покупку но в рамках того баланса который у них есть ну собственно говоря кстати вот что касается верификации хочу сказать что многие вот кто связан с криптовалютой ну так не то что многие но большинство скептически относится там к верификации личности либо говорят что валюта это вот туда она должна быть децентрализованной и анонимной да да но так получилось что мы живем в странах у каждого человека есть гражданство у каждого да только править правительство мне нравится анонимности децентрализованность ну да но если смотреть с точки зрения глобализации и чтоб это вошло в полноценную ежедневные в ежедневную жизнь это к сожалению либо к счастью опять же да это должно быть как-то регулироваться законом понятно понятно да если это не будет регулироваться законом это будет тут в том ключе в котором она развивается и иметь там свои там пять десять процентов по всему миру которые являются пользу но я допустим за развитие технологии блокчейн чтоб она входила в нашу жизнь и криптовалюта была тем средством которые можно расплачиваться в любом месте в любое время тому кстати виной вот даже тот же китай который сейчас вводит свою криптовалюту приложения и разные моменты что можно через блокчейн крипто юань делать покупки понял хорошо продолжаем да график развития да ну давайте более здесь на дорожной карте я акцент сделаю куда мы стремимся на самом деле потому что тот путь который мы выбрали он на самом деле такой непростой но интересный и наша идея глобально заключается в графике в развитии самого банкинга это быть сервисом который объединить на своей площадке стартапы объединить на своей площадке идейных людей которые будут укреплять наш банкинг и нашу экосистему и давать возможность больше зарабатывать каждому участнику что это значит вот себе задаю вопрос андрей а что будет когда у тебя будет все хорошо и деньги есть и развитие вроде уже движется куда-то а что дальше вот вот взять даже того же на примере алан маск вот у нее деньги есть и все есть да а что дальше а дальше он взял себе поставил цель это марс поставить космос да то есть человек который не все у него более глобальные идеи то есть это развиваться и здесь мы тоже без исключения мы что взяли после того как запустили банкинг стоит задача а как развиваться как усиливать это направление и как раз подключение новых стартап решений где сам банкинг будет один из соучредителей участников финансирования это позволит нам во первых приток новых инвестиций сам саму компанию это позволит приток новых идей которые будут усиливать потому что на сегодняшний день мы ну это не секрет когда хорошие стартапы с хорошими идеями просто выкупаются какими-то глобалистами google или там facebook и с удовольствием вот разработчики идут и продаются и почему потому что нет того финансирования нет каких-то нет какой-то поддержки которая усилила бы их направление усилила бы какую-то их идею и почему бы не стать этим ментором этим сервисом который может дать возможность во-первых финансовую поддержку инфраструктуру и аудиторию и бизнес продвигаться через что через торговую площадку через поддержку платежного сервиса потому что мы знаем что на старте очень важно иметь счета и взаимодействие с другими компаниями иметь возможности дать продукт живой аудитория что мы и сейчас продвигаем свою аудиторию развитие иметь возможность развиваться в как сервис который полезен публике и аудитории поэтому глобальная идея банкинг ацетан это объединить запустить платежный сервис и объединить вот как раз уже и стартапы те решения которые будут усиливать нашу экосистему то есть платежный сервис банкинг это одно из ячеек наша глобальная экосистема кстати андрей вот следующий слайд я хочу обращать внимание вот мы добавили буквально недавно это разработка и запуск криптовалютной бирже вот это хочет что это позволит это как раз следующий слайд что это даст нашим инвесторам нашим патриотам нашим хорошо давай посмотрим что это даст да смотри привилегиям бонусная программа станку на сегодняшний день мы запустили при продаже наших монет кстати монеты уже торгуются на бирже ну про биржу там есть у нас слайд более детально сейчас что мы сделали все кто приходит к нам инвестор он получает ежедневный аэродрок на 7 процентов но это не трейдерская прибыль это не какая-то с точки зрения что мы вложили куда-то мы пошли по классическому здесь способу продажи акций когда компания продают акции это значит что ей нужно финансирование для развития ну то есть продажа акций подразвивает что приток новых инвестиций для развития для масштабирования собственно говоря рынок а сего рынок а его или через криптовалюту это как раз и есть вот финансируем для развития но только мы не с идеей идем да а с готовым продуктом который уже имеется и личный кабинет и расширенная пиключ и интеграция с бизнесом который сейчас уже есть то есть по сути мы даем уже готовое решение для бизнеса получается саж учитывая что могут смотреть люди новички в сфере криптовалюты разъясни значение слова airdrop потому что многим это может быть непонятно ну давай по тексту мы благодарим активных пользователей и стремимся поддержать их инициативу поэтому создали для собственно для сообщества цветом бонусную программу под названием станку программа инициирована на этапе присел и уже доступна держательности присел и тут инцеллер даже так сказал что это значит каждый кто войдет в цветом пол то есть монета сети компания банкинг у нас называется цвета есть цветом пункт то есть это благодарность от компании за то что ты купил монету и хранишь на своем кошельке и это называется вот как раз благодарность это синонима слова airdrop как раз и является вот сейчас на сегодня на сегодняшний момент востребованным инвестиционным продуктом для наших партнеров которые входят в компанию на сегодняшний день мы даем 0 7 процентов до момента пока мы не продадим 600 тысяч сетей на то есть что это 0 7 процентов в сутки да потому что здесь не не уточняется но внизу уточняется черным шрифтом написано это в день до 0 6 0 3 0 5 ежедневный airdrop процентов в день в стампуле после того как мы продадим 600 тысяч монет это будет следующий этап раз нашего развития этого начинается токен сел благодарность airdrop составлять будет 0 6 процентов а есть примерно оценки вот например пока еще идет 0 7 учитывая текущие темпы до роста но есть примерное предположение когда может может произойти переход на 0 6 примеру просто чтобы инвесторы понимали сколько у них времени есть на раздумья но сегодня вбивали вот цифры да у нас есть на сайте нашем мы ведем счетчик обновляем его раз в два в три дня суммы эти вот было на сегодняшний день две двести тридцать там пять где-то тысяч монет продано то есть я на 3 3 примерно да да больше да соответственно с каждым днем это количество уменьшать но я вам хочу сказать что с учетом того как мы движемся и за счет чего мы развиваемся да и куда стремимся я бы сказал что и быстрее бы мы собрали эту цифру которую мы запланировали то есть максимальная продажа 20 миллионов токен объясню почему с притоком новых инвестиций соответственно банки начинает масштабироваться не только локально там допустим европа либо части снг но и по всему миру то есть иметь международные лицензии которые стоят ну от миллиона долларов да иметь офисы глобальные которые развиваться будут развивать будут в том или ином регионе иметь возможность взаимодействовать напрямую с визой мастеркард тем самым подключать иметь возможность взаимодействовать с фиатами криптовалюты в одном сервисе не через какие-то посредники как сейчас большинство идет сервисов которые работают через какие-то посредники а напрямую взаимодействует и вся эта инфраструктура с точки зрения технической у нас возможность есть но осталось теперь какие моменты бюрократические бюрократия это на самом деле сейчас один из таких как говорится тормозов которые тормозят какие-то стартап потому что нужно финзии это нужно даже павел дуров как ты знаешь со своим тоном об это споткнулся да поэтому я хочу сказать что вот как раз на предыдущем слайде я когда сделал акцент на биржу на сегодняшний день наша задача нашим инвесторам дать не только ежедневный аирдроп а показать и привлекательность на вот когда у нас будет 0 3 процента в день привлекательность нашей монеты что ее не нужно продавать на бирже а ее нужно наоборот увеличивать своем кошельке потому что мы даем не только приток ежедневные в виде аирдропа благодарности но и и рост курса потому что монета востребована она ликвидна и пользователь знает что сегодня стоит монета условно говорят доллар завтра это будет стоить уже 10 20 30 а то и и 1000 долларов потому что сама монета подкреплена бизнесом не просто как большинство ты знаешь монет проектов которые выпускаются на просторах сейчас криптовалют на которые могут мы выпустили классную монету с классный блокчейна а что стоит за этим проектом помимо монеты чем она подкреплена как она будет это финансовая модель усиливать саму монету как курс будет расти то есть такого нету сейчас не не удивишь никого там классный блокчейна сейчас удивишь каким-то востребованным продуктом вот поэтому мы идем по нише банкинга банка это одно из древнейших кстати направлений вот банк есть сам понимаешь что деньги это один из таких древних инструментов взаимодействия с людьми поэтому на нашем материальном материальном мире грубо говоря непонятно когда закончится и и как это закончится наверное нужно будет всех людей дать по одинакому костюму и сказать мы все равны деньги построить коммунизм да и дать каждому потолок да смотри вопрос еще сразу я думаю многих возникает вот подписчики моего канала многие знакомые с криптовалютами на базе пост майнинга то есть это призм это ура и многие другие то есть когда у человека в кошельке находятся монеты и сами по себе растут вот а токен ctn то есть я так понимаю это все-таки не пост майнинг то есть это аэродроп вот разъясни разницу между этими понятиями да пост майнинг технология это как раз вот больше для тех проектов или компаний которые за собой кроме блокчейна ничего не несут то есть они дают в моменте вот мы развиваем блокчейн классную монету и она дает ежедневный артроп собственно говоря вот изучал тот же самый призм и более подробно про эту компанию знаю и знаю что что имеет вот сами собственники помимо того что имеет блокчейн то что есть сообщества которые пытались развиваться но а что мы в итоге на сегодняшний день гиперинфляция и нет продукта который со стороны собственника который бы усиливал курс на бирже то есть нет прихода новых средств за счет актуальности продукта за счет того что он идет в массу за счет трейдинга потому что что криптовалюта была востребована ее нужно поддерживать большим глобальным трейдинг то есть это должны серьезные киты быки имели возможность торговать на бирже а за счет гиперинфляции которая произошла ну то что миллиарды выпущено монеты и миллионы в массы но я не знаю насколько она интересно будет вот так вот возвращаясь к нашей да вот нашему вопросу что ежедневный аэрдруп мы идем мы создали в нашу монету сети на базе эфириума то есть версии 20 мы уже залистины на бирже то есть мы размещены на бирже у нас есть четыре пары это биткоин эфириум с кем монета контактирует сразу сразу скажи на какой бирже многим будет интересно рекс 24 но мы сейчас будет стать следующий там и главное что мы еще имеем пару рубль то есть сиденье рубль на данной бирже есть возможность покупать или продавать нашим нашу монету за рубли есть мастеркард на бирже представленную возможность купить или яндекс деньги то есть на самом деле очень круто когда ты можешь купить напрямую пару без каких-то обменов что он завел рубли поменял их на из детей или на биткоин дальше уже пытаешься на остатки курса там потерял 5 10 процентов и купить там монету нет мы напрямую да мы отклонимся твоего просто ежедневный аэрдруп мы да мы даем не по технологии эфириум сети эфириум сеть это она технология которая идет маня мы на данный момент не идем по этой технологии потому что брать чужой блокчейн его перерабатывать это в итоге у нас сложности возникли бы с листинга на бирже потому что биржи не любят с каким-то новым блокчейном интегрировать потому что это доработки интеграции это время и деньги вот качестве сторон поэтому мы пошли по насколько я понимаю это не постмайнинг а вы просто вознаграждаете пользователей за то что они держат у себя монеты начисляя им вот проценты прописанные в этой таблице правильно на пониженном коэффициенте окей давай перейдем дальше чтобы у нас не получилась слишком длинная презентация соответственно здесь у нас идет токен экономика куда мы движемся и за счет чего у нас идет финансовая модель то есть покупка токена у нас осуществляется за bitcoin эфириум лайткоин это в личном кабинете призм также и с дт и что касается язык это уже на бирже идет рубль и также фиатные возможность средства visa mastercard union pay процентов с комиссии платежных транзакций банкинга стан мы будем отправлять на реферальную программу это если вот допустим но наверное знаешь когда вот тинькофф говорит приведи друга получили там какие-то там 300 либо 500 партнерскую программа то есть мы здесь без исключения мы говорим что приведите пользователя и получать с каждой его транзакции 15 процентов то есть тем самым это такой некий пассивный доход и приятный а то есть тинькофф заплатит тебе один раз если ты друга перри переве приведешь даться там будет платить с каждой транзакции если у тебя большая группа комп партнеров которые получатся сразу вопрос здесь имеется ввиду именно партнеры первой линии или здесь есть какая-то многоуровневая система а есть многоуровневая система если 15 процентов брать то это отдается именно в сеть более подробно реферальную программу можем разобрать это чуть ниже слайд и там то есть можно получать из глубины прям вот до бесконечности но не более 15 процентов ну понятно понятно да это заложено понятно то есть мы заложили сюда 15 процентов 20 процентов от вырученный средств продажи картер распределяется между держателей токена и на выкуп монет на бирже и соответственно тем самым мы сжигаем что это значит это значит что мы увеличим курс за счет своей прибыли то есть за счет проданных карт мы увеличим курс курс нашей монеты то есть это привлекательность для инвестора но и и с прибыли самого банкинга мы 5 процентов токенов тоже выкупаем и отправляем на сжигание тем самым увеличивая уменьшая количество монет в обороте и привлекательность для инвестора потому что чем меньше а востребованность больше что касается монет монет всего у нас 100 миллионов которое количество будет уменьшаться идет у нас распределение 60 миллионов 60 процентов мы распределяем среди сообщества до 20 процентов мы блокируем для развития на тот момент когда мы поймем что нужно выпустить на биржу точнее в мир на бирже собственно говоря и на энное количество монет для дополнительного финансирования для постребованности нашей аудитории аж сразу вопрос возник ты сказал бур количество будет уменьшаться почему она будет уменьшаться а вот как я вот здесь сказал что пять процентов у нас сжигается и точно также от 20 процентов от вырученных средств с продажи карт мы будем частично частично будем выкупать токены на бирже которые торгуются и их тоже отправлять на сжигание а поясни а вообще для чего нужно вот это сжигание она дает но давай приведу пример к примеру ты имеешь 100 рублей это количество монета 100 рублей она остается у тебя приходят новые инвесторы которые эти 100 рублей они торгуешь на бирже но они торгуют приходят но инвесторы которые хотят купить они покупают по биржевым курсом но если эти 100 рублей у тебя будут в итоге количество денег будет одно и то же но количество магию детек 100 рублей твоих будет уменьшаться то соответственно количество вот этих денег которые будут приравнены эквивалентство рублям они будут в итоге каждая монета будет у тебя увеличится в цене потому что ну это своего рода дефляция создание дефицита правильно плюс еще вот следующий слайд это как раз вот у нас про биржу что мы залистим на биржу кекс здесь как раз вот тоже токен экономика что 30 процентов от вырученных средств биржи мы отправляем на выкуп монет и сжигание это что это значит почему было решение принято вот запустить собственную биржу мы собственно говоря вот этот слайд и показано что следующий этап это размещение листинга на токе на себе на топовых биржах это которые сейчас имеются битрикс полоник потом бинанс и другие биржи топовые и разработкой запас собственной криптовалютной бирже на сегодняшний момент банк ним криптовалютный банк не может существовать чтобы он не был бирже потому что это она волатильна пользователи всегда ищут куда переложить свои активы чтобы не потерять потому что сегодня биткоин 10 тысяч завтра 20 завтра 6 тысяч вот и нужно иметь возможность поменять на ее либо на другой актив который вас требует плюс что еще это ну помимо мультивалютности это возможность купить или продать любую другую криптовалюту а так как мы я помнишь слайд я говорил по дорожной карте что мы идем к системе некой такой платформы где будут размещаться стартапы биржа позволит данным стартапам быстрее выходить на внешний рынок и получать дополнительное финансирование соответственно любая монета которая будет размещаться нашу биржу мы будем брать свою комиссию но если так для примера чтобы зайти сейчас на любую биржу которая вот у нас на просторах интернет а есть которые вот нормально работает нужно заплатить от 0 5 биткойна там минимум до 1 до 2 топовые биржи топовые биржи сейчас берут порядка 20-50 биткойна а я а один биткойн на сегодняшний день это 10 тысяч долларов то есть чтобы я добавил свою монету на какую-нибудь биржу там битрикс либо kraken либо другую биржу бинас не нужно заплатить от 5 до 50 тысяч до не от 5 от 5 до я бы сказал до миллиона до миллиона сейчас вот до миллиона на спаде на спаде топовые биржи берут до миллиона если когда будет криптовалюта как в семнадцатом году развиваться ну я думаю там ценник доходил и до трех когда мы имеем хорошую аудиторию качественную да имеем биржу востребован и мы говорим что от того чтобы добавить любой токи на нашу бирже мы берем там ну даже пусть вот по худшему раскладу 1 bitcoin 30 процентов от одного биткоина сегодняшний три тысячи долларов мы будем отправлять от одного токи на выкуп монеты то есть это повышение курс потому что курс биржа всегда от меньшего идет большим и это стимулирует будет соответственно повышение цены монеты на самой бирже то есть инвесторам здесь на самом деле очень крутая финмодель когда вот в нашем банкинге появляется биржа потому что во первых этот токен востребованный будет идти плюс у нас есть плана токен сделать посредническим чтобы я имел возможность поменять bitcoin на эфириум я должен купить сначала но и пару иметь bitcoin сети на семьяности то есть тем самым оборот внутри биржи создать а чтобы пользователь имел возможность сетен поменять на эфириум или купить bitcoin то он где-то это должен взять купить у кого он купить у тех пользователей которые имеют а пользователь купил доллар сейчас а будет продавать за какой за рыночную стоимость ну то есть на самом деле финансовая модель здесь очень приятная и прям я понимаю насколько она будет востребована даже уже сейчас она востребована с учетом того что мы уже но отлично хорошие планы кстати по поводу бирже мы залистились на одну биржу есть возможность даже сейчас на 3-4 бежим но мы хотим отработать механизмы технические финансовые контроля от курса это все на одной бирже дальше уже двигаться на другой а на твой взгляд какой должна быть аудитория чтобы биржа ну как-то более-менее уже начала работать ну на сегодняшний момент мы сейчас искусственно сдерживаем тот поток людей которые у нас есть искусственность у нас сдержан курс у нас стоимость курса 1 доллар прям вот такое акционное предложение пока мы не провели и полную интеграцию с бирже и не запустили такого робота потому что такого робота он должен быть потому что там соединять четыре пары юздит рубль биткоин эфириум человеческом факторе это невозможно чтобы был везде одинаковый курс ну приравнен там биткоину либо к юздит вот если цена 1 доллар то он должен быть эквивалент в рубля в битисе и в эфире 1 доллар по-человечески невозможно иначе найдутся умники которые начнут зарабатывать на вот этих разниц 5-10 арбитраж делай да 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 и в итоге ты еще будешь в минусе поэтому у нас есть этого мы сейчас запускаем собственного робота который это будет делать и я думаю в ближайшую неделю мы это запустим и курс будет просто расти потому что на сегодняшний день с учетом прихода людей которые получают 0,7 процентов в день и те которые продают какую-то часть на самом деле сейчас у меня нет на памяти чтобы кто-то продавал монеты потому что у нас есть возможность давать 0,7 процента и выводить уже сейчас обменивать на биткоины с приходом биржи уже на бирже по рыночной стоимости будет да вот поэтому у нас нет сдерживающих факторов которые помнишь я начинал беседу когда проекты проваливались когда запускали монету и когда массу инвесторов убегали продавать срочную монету чтобы курс еще повыше у нас не было изначально этого здесь потому что мы во первых в личном кабинете дали возможность с первого дня выводить вот они монеты и плюс у нас уже есть выход на биржу которые дают возможность свободно людям покупать выводить наши токены на бирже на четыре пары отлично хорошо да собственно говоря реферальная программа андрей это уже больше ребята то есть мы сейчас давайте подытожим то есть поскольку у меня основная масса подписчиков это все-таки инвесторы любители пассивного дохода мы как вы уже увидели что есть возможность именно получать виде аэродропа пока на данном этапе доходность 0 7 процентов день потом постепенно это будет уменьшаться да вот в этой таблице как раз мы это видим и но естественно среди моих подписчиков есть и сетевики есть те кто любят зарабатывать по партнерской программе вот давайте сейчас перейдем как раз к этому слайду что что может зарабатывать сетевик если будет активно продвигать сетан банк пожалуй да кстати вот по этому слайду андре хотел добавить ежедневный аэродроп у нас 0 7 процентов комиссия чтобы войти чтобы получать 0 7 процентов мы берем 15 процентов как раз идет 15 процентов распределения профессиональной программе но по окончанию этапа в данном случае 600 тысяч когда мы формируем процентов от остатка на балансе в данном случае по сложному проценту у нас идет на все мы возвращаем а а то есть уже будет ты потратил 15 процентов условно говоря купил на 10 тысяч долларов 15 процентов да вот ты потратил но по окончанию ты уже получаешь 15 процентов не от суммы входа от того что у тебя на счету на балансе понять и это получается именно поэтому выгоднее держать как раз до смены до но смотри что касается это потокен села у нас 0 6 процентов и мы тоже 15 процентов берем но только уже на токен сели мы даем 15 процентов от тела входа тело покупки как раз монет сети то есть 15 процентов мы берем и мы 15 по окончании каждого этапа возвращать цитан крипто банкинг реферальная программа реферальная программа 10 уровнем глубину можно по карьере расти получать можно из глубины до бесконечности за счет чего можно расти по карьерной лице за счет команды за счет оборота в целом компании получать соответственно проценты от лично приведенных от 3 до 12 с половиной с команды разница в уровне более детально мы сейчас пройдем грубовой объем команды станкула за неделю нам позволяет получать это мировой объем за счет всего от всей компании от всех средств которые зашли в компанию ну и получать бонусы за стабильную работу более детально давайте пройдемся по этим показателям что это значит групповой объем команды я могу расти за счет тех средств которые в моей команде за счет моих лидеров сто процента от всей моей структуры от моей команды идет в рост моей карьеры и 50 процента от параллельных веток от тех команд которые я даже не знаю идет в мой групповой объем то есть если грубо говоря в моей команде зашло 10000 долларов купили монеты в цитан пул они все 10 тысяч зашли если в компании зашло 100 тысяч за сутки в объем пошло 50 тысяч это позволяет делать разницу в уровнях и балансировать между всеми людьми которые пришли в компанию секунду у меня сразу возник вопрос но ведь давай представим себе вот 100 партнеров и получается у каждого из них есть личный объем и у каждого из них есть вот этот групповой как это сказать именно объем из параллельных веток но если мы один и тот же объем будем считать для всех 100 человек то есть как как вот этот момент за счет того что развивается личная команда у тебя будет вот увеличиваться твой показатель групповой объем по карьере расти то есть не только от команд от компании ты будешь расти но от команд я понимаю но не по то есть образно говоря вот как я привел пример ты ты сам сказал вот прошел оборот 100 тысяч 50 процентов от 100 тысяч это 50 тысяч долларов так эти 50 тысяч мы будем защитывать всем партнерам ну то есть если у тебя 100 человек мы всем 100 должны это засчитать или как смотри всем партнерам которые зарегистрировались смотри групповой объем который идет тебе в уровень от всех партнеров которые зарегистрировались под тобой после тебя в компании все понял понял то есть здесь имеет смысл чем раньше ты зайдешь в компанию в банкинг тем выше ты будешь стоять тем больше ты будешь получать от всех понял доход по карьере с команды пример но здесь соответственно разница в уровнях это как раз за счет чего мы можем получать от всей глубины я понимаю для опять же для наших партнеров для сетевиков мы знаем есть основные типы маркетингов это линейный бинар матрица да здесь мы видим линейный маркетинг причем где заработок идет за счет уровней то есть здесь выгодно продвигаться по карьерной лестнице потому что в этом случае вы зарабатываете на разнице процентов между вашим уровнем и вашими партнерами правильно еще одна особенность нашего маркетинга что мы можем зарабатывать по всей компании и секунду сразу вопрос смотри верни пожалуйста предыдущий слайд а вот таких в таком типе маркетингов обычно бывает как если твой нижестоящий партнер достигает твоего уровня ты перестаешь него зарабатывать или обгоняет тебя по уровню вот как обогнать никак не может он может только тебя перекрыть твой заработок то есть он может вы будете на одном уровне от того что ты не развиваешься как лидер так то есть ты с его структуру уже не зарабатывает задача но но остается доход как вот ты сказал остается бонус когда идет как я забыл вот эти люди которые после тебя присоединились вот это вот и продолжают зарабатывать да но это да сейчас мы об этом расскажу расскажем расскажу покажу да вот как раз мировой объем от тех людей которые зарегистрировались после тебя считывается когда мы с приходим в компанию каждому партнеру присваивается свой один свой номер в системе и получается что я могу зарабатывать от всех тех средств которые зашли в компанию от тех людей которые зарегистрировались после меня что это значит даже не в моей команде то есть у нас получается что у нас есть линейка которая каждый парт спонсора имеет своих агентов которые друг по другу но еще есть некий такой некая цепочка некий паровоз где каждый человек инвестор либо агент который пришел в компанию зарегистрировался пользуется продуктом либо становится агентом или инвестор он становится в общую очередь и любая покупка от этого человека будет отражаться на заработках которые пришли раньше него как можно зарабатывать от всех этих людей которые в своих в этой компании в банке что мы говорим для получения бонуса 0 3 процента от всего объема который зашел в компании но после тебя от тех людей что нужно сделать несколько условий достичь второго уровня и сделать кам командой именно командой тысячу долларов за неделю мы что сделали уклон сделали на активную работу на тех людей которые работают потому что в любом бизнесе ты сам знаешь андрей пассивщиков никто не любит особенно компании которые достигают определенного уровня и когда лидер начинает просто либо уходить другой проект либо еще что-то он получается зарабатывать забирает часть средств от тех людей которые в моменте продвигают данную компанию и мы так решили да вот сделать для тех людей которые работают которые развивают банкинг давать возможность зарабатывать больше от того что они делают активную деятельность и получается что достигну второго уровня и минимальный групповой объем по команде тысячу долларов то ну к примеру на этой неделе я сделал тысячу долларов следующую неделю я получаю 0 3 процента от всего объема компании после от тех людей которые после меня если я ком командой своей сделал три тысячи долларов ну продажа цветом пола да 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 то я получаю я вхожу и в ноль количество тех людей которые получают и 0 3 и плюс еще 0 3 процента от следующего уровня того и я получаю 0 6 процента от объема тех людей которые вошли в компанию если я командой своей делаю 5000 то я получаю 0 9 и так далее до 50 тысяч команды и два с половиной процента от всего объема которые после меня как считается групповой объем команды ну здесь все просто групповой объем за неделю рассчитывается счетом не более 35 процентов на одну рабочую ногу то есть если у меня есть сильная нога которая там делает грубо говоря сто процентов объема а есть еще дополнительные слабые то от этой сильной ноги считается только 35 процентов это позволяет нам воспитывать сильных лидеров и концентрироваться не только на одном сильном человеке который меня тащит делать акцент на другие ноги и работать с ними быть тем лидером который развивает свою команду и воспитывают в данном случае минимум три еще раз чтобы пояснить получается групповой объем команды за неделю то есть вот на допустим на одной неделе партнер сделал тысячу а он получил 03 если он сделал 5000 допустим оборот повысился он получит 09 но если на следующей неделе он сделает только тысячу значит снова получит 03 да 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 то есть он получается эту неделю работа для того чтобы следующую получать либо на три либо два с половиной но понят по факту то есть как какую работу какой оборот ты с командой проделаешь вот столько и получит тут не обязательно мы не привязали что он лично должен продавать я понимаю это командный объем да да команда объем но мы говорим что если ты сделал сам лично продал на тысячу долларов ну то есть сто процентов от этого группового объема команды будет идти в данном случае в объем то есть если ты сам продал на тысячу ты тебе команды больше не надо делать тут и сразу понятно в следующей неделе да ну и соответственно для тех ну вот кстати вот распределение да это схема да ну и соответственно для тех кто работает стабильно и приносит результат для своей команды для компании если ты четыре недели подряд делаешь какой-то результат то ты получаешь по окончанию четвертой недели ну подряд четыре недели получаешь разовый бонус в размере если ты делаешь четыре недели подряд команды тысячу то ты получаешь 150 долларов по окончанию четвертой недели если делаешь 3000 то получаешь 500 долларов по окончанию три четвертой недели ну и соответственно до пяти тысяч долларов то есть мы это сделали предложение до конца 31 августа сделали по окончанию там грубо говоря лето будем вводить новое какое-то предложение где будет не уже не денежные а допустим ну либо техника apple либо какие-то там путешествия но будем смотреть что соизмеримо этим цифрам здесь понятно да то есть на самом деле если у тебя рабочая команда вот у нас сейчас работают лидеры в неделю там делают и 50 и 100 то есть грубо говоря для них этот результат запросто достижим потому что они работают с людьми они работают с командами и это классный показатель стабильности и прихода денег компания соответственно если ты приходишь деньги в компанию почему быть компания чтобы с тобой не поделилась деньгами да логично так следующий слайд но это общий слайд соответственно но собственно говоря все андрей реферальная программа закончена до презентация принципе банкинга закончена и если есть какие то вопросы можем обсудить да спасибо за информацию значит давай подытожим то есть ну вот из того что я услышал я конечно слышал презентацию раньше но вот сейчас мы с тобой более индивидуально пообщались да я тут дополнительные вопросы подавал значит а что можно сказать то есть планы у вас серьезные да еще такой вопрос задам вот на какую презентацию не придешь у всех планы грандиозные мы там перевернем мир да вот ну на твой взгляд как-то оцениваешь то команда которую вы имеете опыт который имеете хватит ли у вас ресурсов и опыта и знаний чтобы вот это реализовать хороший вопрос такой для подытоживания презентации мы два с половиной года сейчас развиваем наш сервис наш личный кабинет имеем на сегодняшний день момент это английскую компанию зарегистрирована не где-то на островах а в лондоне непосредственно с офисом также у нас есть ряд российских компаний то есть мы в рамках россии там по marketplace у нас есть два marketplace кстати один о классическом виде идет с реферлярной программы другой это криптовалютный который не привязан к россии то есть ну международный где можно принимать криптовалюту и криптовалютная барахолка с языками любым вот плюс у нас есть сильная команда айти команда которая на сегодняшний день одна из ну я считаю одна из сильных потому что чтобы мы какую задачу и не поставили она делает ну что ну зайти даже просто в личный кабинет транзакции переводы подключения или там api ключ если интересно интеграцию там запросить по интеграции введения это на самом деле огромный опи ключ это опыт финансистов опыт международных экономистов внедрены в эту сам личный кабинет потому что основа нашего личного кабинета банки это платежный сервис вот что касается внутренних и какие-то взаимодействия сотрудников имеем это финансистов юристов консультантов менторов международных мы развиваемся в ключе сейчас активно начали заниматься именно только банкингом да мы 20 года мы создавали экосистему которая позволит пользователям и заниматься и инвестициями и marketplace торговый у нас два маркетплейса причем это представьте решение которое уже внедрено ты представь сколько нужно средств и времени чтобы запустить marketplace на программной части мы это разработали не внедрили ты писал как мы разрывались и в итоге мы на сегодняшний день перед запуском банкинга мы приняли решение отключить сейчас проекты по фокусу и нас фокусируется на парке и те проекты которые мы запустили то есть данном случае маркетплейс 2 маркетплейс это как поддерживающие инструменты в виде то что ну ты можешь добавить свое объявление у тебя она будет развиваться но он мы сейчас делаем на банкинг чтобы не разрывать фокус и усиливать одну компанию один проект банкинг и здесь его сделать сильным продуктом и конкурентоспособность вот что касается команды помимо того что у нас классные сильные айти программисты если на у меня партнер мой коллега евгений а есть у нас банкинги участвуют это международный тоже партнеры ну по ряду причин то что у нас там есть реферальная программа не хочет себя позиционировать с млм сам знаешь многих кто в традиционном бизнесе такое скептичное отношение но при этом я думаю это вопрос времени и сила бренда вот но поддержка здесь со стороны финансов она присутствует то есть это что позволяет нам масштабироваться и лавировать на международной арене вот есть ряд задач ряд вопросов которые сейчас запланированы на ближайший год это и запуск и получение лицензии ими а это которая позволяет электронные деньги иметь вот если плана запустить свою биржу и свой блокчейн для стартапов которые позволят запускать смарт-контракты с планы амбициозны и главное что это не идея потому что есть платформа которая уже создан то есть банковский сектор банковская банковский продукт в виде личного кабинета примерно уже какие-то ориентировочные сроки когда например может быть готово приложение ну вот потому что я опять же думаю моих подписчиков человек какой-то сейчас смотрит и думает ну окей а когда когда я смогу воспользоваться вот этой системой обмена примеру но если взять допустим веб версию то мы планируем июль август это уже будет июнь август июнь июль точнее да это что она будет готова если взять приложение то это скорее всего июль август потому что наш личный кабинет он расширенный опеключ чтобы взять вот эти все интеграции провести это нужно разработчики приложения сделали сначала вот эти все стыковки мосты с нашим личным кабинетом это создается грубо говоря с некоторых моментах с нуля и это занимает но это нормально то есть я как раз подытожить что уже кто-то может стать клиентом когда это будет реализовано где-то концу лета хорошо вторая группа моих подписчиков это инвесторы естественно те кому нравится пассивный доход без приглашений здесь получается мы сейчас увидели есть возможность получать доход 0 7 процентов день на данном этапе за счет airdrop а именно в монете ситан который уже есть на бирже и курс который равен одному доллару наскольку я поддерживаю искусственно сдерживаем и да и поскольку у меня уже есть тоже пакет компании цитан я вижу что действительно каждый день идут вот эти начисления это не теория это практика да и наконец третья группа моих подписчиков это сетевики которые не только хотят получать пассивный доход но и готовы активно продвигать есть десяти уровень уровневая партнерская программа в которую тоже заложены определенные выплаты в маркетинг и что мне понравилось то есть ведь действительно вот александр правильно сказал то например некоторые банки они готовы платить за привод клиентов но они заплатят один раз приведи друга там получить 300 рублей здесь же насколько я понимаю при достаточно активной работе выстраивается можно сказать целая сеть клиентов которые годами ведь если этот сервис действительно будет качественный и люди им годами будут пользоваться и с их транзакций ты можешь с каждой транзакции получать свою прибыль представьте например если бы в сбербанке или в тенькове была именно такая вот система то есть подключи тысячу человек теньков и получай процент со всех их транзакций я думаю что активные рефоводы скажем так озолотились бы да только на этом вот но к сожалению банки если внедряют партнерскую программу то только вот такую разовую а здесь мы видим что действительно есть возможность именно именно выстраивания такой ну большой партнерской сети правильно я рассуждаю все правильно андрей все правильно хорошо друзья спасибо александр еще раз за информацию а понятное дело что по ходу развития компании будут озвучиваться какие-то новости новые этапы пожалуйста следите за новостями на официальном сайте компании если вас заинтересовала эта информация под этим видео вы найдете ссылку перейдите по ней и увидите больше информации можете уже регистрироваться и посмотреть личный кабинет изнутри ну а если остались какие-то вопросы то пожалуйста пишите в личку по тем контактным данным которые указаны на сайте александр большое спасибо ты хочешь еще что-то добавить у нас сейчас есть предложение для активных партнеров внештатных сотрудников как раз вот сетевых агентов либо люди которые внештатно работают по привлечению партнеров мы говорим что до 31 июня 31 же да у нас в этом месяце 30 ну до конца месяца короче в общем до конца до месяца есть предложение если команда они делают оборот 30 тысяч долларов на покупку на 30 долларов у нас предложение поехать вместе с нами с промоушен это мы сделали в случае за ситуации мировой связанные с с вирусом вот пока сделали в сочи планировали в грецию но так как границы сейчас непонятно перелетами и непонятно обстановка в итоге в сочи это будет шикарный отдых лучшие отели спас экскурсиями и так далее поэтому если кто желает и думает и хочет вовлечься сейчас самое то время как раз вовлечься и заработать себе классный отдых в кругу чемпионов и плюс получить позитив и знание на этой позитивной ноте под подходим к концу спасибо александр за то что озвучил эту информацию всего доброго спасибо global star club возможности безграничны